здравствуйте друзья меня зовут иван вы на канале флот мы продолжаем играть и все они спьют от 3 у нас турнир турнир среднего веса вот левую сторону этих веток мужа отыграли вот сейчас будет правая сторона тоже в общем другая часть бойцов которые будут бороться за титул чемпиона в этой версии вот сейчас у нас будет бой между джорджем сан-пьером вот так ладно пропустим эти представления кендал гроу вот джордж сан-пьер против кентла гроу так что-то не захотел он перчатками стукаться на самом деле бойцы конечно по классу по весу они может быть и практически одинаковые по классу конечно намного с вами пьер круче он тоже очень много у него направленностей в основном конечно он терется на полу неплохо у него я имею ввиду именно партерны неплохо болевыми владеет стойки тоже но такой универсальный общем боец очень и очень опасный то есть так вот в общем нам вышли на болевой грув тренгл чок так сноу очень сложно усында пера на начальной стадии выиграть с помощью болевого вот хотя ростом он не так высок как гроф но обладает при всем при этом неплохим арсеналом вообще во всех областях неплохим арсеналом обладает действий то есть стойки неплохие удары у него чем-то и увесистый мощный и на полу он и в борьбе в клинче он то есть там такой сам бис неплохой может неплохо совершить бросок как вот сейчас до этого буквально видели что ты из в принципе и защищающейся стойки просто клинчевой стойки тоже делится на защищающие она и на атакующие позиции вот сейчас данную секунду я вот атакующей позиции занимаю тайским клинчем а бывает а вот он находится именно в оборонительной позиции вы когда-то он находится в оборонительного цен пьер очень умеет как неплохие броски совершать что-то очень плохо защищается этот гроф от ударов коленями в клинче обратить внимание как у него покраснел индикатор корпуса вот принципе надо этим воспользоваться будем чем сейчас отстреливать его коленями вот там даже зрителю кричат и радуются что какого хрена так часто попадает ну я имею никакого хрена как обратить внимание на публику да как они реагируют на удары то есть принципе этот и нам хороший звоночек то что в принципе удара проходит вот урон наносится и повторюсь обращаю ваше внимание на индикатор конечно полное преимущество наше в первом раунде мы его со всех во всех в общем показателях классно вышли из обороны когда у нас пытался ногами задушить пару раз конечно он нам попал по лицу кровь носом пошла уже это не страшно вот сейчас начнется второй раунд вот бросок красиво очень так боковой такой бросочек получился и сразу вышел на сайт control с него сбоку позиция верховая боковая верховая боковая его как хорошо звучит так в общем как всегда мое агрессивное начало все очень попадая ему коленкой все заканчив закончился бой как-то он бесхитрость ну конечно я не очень люблю добивание вот эти вот ground and pound потому что здесь они конечно так красиво и сочно выглядят и делаются как допустим в том же самом мм и просто по щам прилетают ну хотя муж конечно но здесь и натуральный но игры мне не очень нравится потому что очень как-то так не богата палитра скажем так именно того как выглядит боец которого добивает просто там сжался клубочком и получает по затылку удары ними не ощущая ни боли не нет ни каких-то вот ну я не знаю не не мне лично не складывается такое впечатление что происходит на самом деле именно склады такое впечатление что какой-то не знаю картонный чурбачок такой лежит им просто долго как погруши то есть у меня в общем поняли поэтому я люблю больше нокаутами завершать или болевыми чем ground and pound мало очень позиций в которой ground and pound именно завершается там либо сверху вы сидите либо сзади по затылку чаще всего именно случается просто бьете ладно не будем на это застрять внимание свое в общем у нас очередной бой курт маги и nate mark ward курт маги на самом деле за которого я буду сейчас играть очень крутой чувак я не знаю он не вот из всех то я за кого здесь буду играть он мне больше всех по приколол какой-то он такой прям фундаментальный несмотря на то что я тут пропускаю немножко сначала вот он обладает очень мощной обороной очень сложно его пробивать при этом неплохим арсеналом ударов стойки именно обладает при и тут также очень крутой партерщик то есть если сверху оказывается очень если наносит еще удары сверху то есть очень пагубно можешь скататься на здоровье врага врага противника нашего тут вот товарищ mark ward занял позицию все сверху и я вообще отказался что-либо делать отдыхал лежал просто но мы тем не менее маленькими такими ударчиками всегда можно ему нанести маленькую носечку вот если уж кровь пойдет то шансы наши на победу увеличится неплохо мне нравится пока что как проходит поединок несмотря на то что почему-то у меня черная полоски все больше и больше а у него меньше и меньше ну ладно не будем тоже на это обращать внимание в общем короче легкий нокдаун его послал четыре страшенных просто дорог пропускает вот видите тоже обладает батарфляем батарфляй напоминаю это один из способов борьбы в партере джиу-джитсовская фишка так вот в общем мы ему заняли верховую позицию неплохо и тут локтями в общем пошабашенный сейчас сверху но он гад умудрился так вот перевести более для себя выгодную позицию неплохо неплохо мне этот момент понравился это хорошо зажучил тому клетки не дал им вообще шансов никаких вырваться нанес ему ударов серьезных вот еще добивать начал локтем там прилетел удар но тем не менее зараза он вырвался еще перевел в более выгодную позицию для себя но вот сейчас уже у нас другому складывается чем его опять зажучили здесь изматываем его борьбой хотя таких борцов как он вряд ли измотаешь и обращаю ваше внимание на его лицо уже вы знаете как он заплыл уже весь кровью я вот это недавно смотрел последнюю и все бои там короче дрался дрались кейн веласки с антониум бигфудом силовой к этой напоминает тот который победил у федора емельяненко это второе было поражение федора емельяненко вот именно от этого бойца вот там то есть кейн веласкис просто сходу как только гонка прозвучал навалился на него представлять такую тушу здоровый как бигфут силева перевести в партер и просто его там заманать кейн веласкис это и проделал ему там просто такой вот очень крутое в общем ему сделал рассечение там просто кровью мастерин был забрызган вот и собственно вот так вот он бой это завершил манаф манафу без устали просто кейн веласкис я просто поражен вот насколько у него как он умудрился пояс проиграть джуниору дошу сантошу и как он манал бигфуда силу просто шансов у него то вообще не было он все время боя провел на полу внизу причем под кейном веласкисом и тот его бил 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 вот такими вот ударами тоже локтями нанес ему рассечение повторюсь просто был был забрызган на все кровью вот в общем мы тоже здесь занимаем верховую позицию вот-вот пытается выйти на болевой прием triangle choke получается это так надо бы нам вставать вообще отсюда а то можно так схлопотнуть нечаянно ну сейчас собственно бой на этом закончится неплохой очень крутой сейчас удар я проведу рукой такой да хук справа что называется он его из-за того что у него же все заплыло крови наверно не заметил удара в общем такой вот мощный удар мощный нокаут зрелищный красивый все прям как я люблю очень грозный дядька на этот тенка эбота похож я шучу конечно не похож бородой есть только в общем так вот выдержали театральную паузу такой очень крутой удар в наш капа вылетела да так вот интересно закончился этот поединок да очень грозный маги соперник я думаю последующим товарищу мне очень легко придется с ним справляться так и будет самом деле курт маги ну чтож перейдем тем не менее следующему бою сэнт пьеру сэнт пьеру джору сэнт пьеру удостоится в честь драться с куртом маги будет интересный бой а нынче у нас дерется андерсон паук силва против рича франклина андерсон силва достаточно знаменитый боец один из самых крутых страйкеров вот просто издевательские нокауты проводил со своими врагами со своими соперниками очень зрелищно это всегда все выглядело вот и собственно делает его это очень и очень опасным соперником но не для меня потому что я решил поиграть за него но рич франклин на самом деле тоже не лыком шит очень крутой в стойке очень крутой тоже в партере он переводит борьбу в партер моментально и не так то просто его себя стряхнуть ведь раз два три на третий раз вы только удалось так неплохую серию я тут провел но он очень быстро оклемался в общем и продолжает я вот конечно если честно признаться они конечно и крутые и действенные очень вот эти вот удары с разворота руками как и боксерская фишка я не очень люблю коронный удар ногой вот этот вот пушкик так называемый толкающий удар всегда буду сейчас пытаться наносить мистеру франклину вот он всегда будет его ловить хороший у него удар бросил у меня с ног на пол еще и добил супермен панчем сверху так кстати я вот тоже обращаю ваше внимание что этот супермен панчи которые добивают они в прыжке вот на лежачего соперника его 2010 диспочек надо было специально изучать а здесь он уже каждым каждый этим ударом обладает то есть добивающим таким очень зрелищно смотрится так тоже нанесены у него неплохие рассечения вот опять уже третий раз я вот так вот пытаюсь ему пушкик сделать он разынает но руками тем не менее продолжает пропускать неплохо неплохо мне нравится вот прошел таки все таки этот пушкик и он усилил очень силен этот удар то есть он там вообще третьего уровня прокачивания у него я не знаю очередной раз он его ловит и принципе при удачном стечении обстоятельств он может нокаут им послать как это было в реальной жизни с и тором белл форту таким пушкиком он послал его нокаут и это вы можете видеть еще из заглавной картинки где мы выбираем там режим игры там такая вот картинка в рот мне ноги называется нога этого андерсона силы прямиком прям в носу и во рту у витора белл форта очень был зрелищный эффектный красивый нокаут неплохо моему накошмарили причем при этом он еще мудрился у нас сейчас шли такой иногда он послать что же давайте давайте продолжим продолжим бой с ним на полу с ним очень кстати сложно драться он намного мощнее эндерсон силы он все-таки такой худенький еще не понимаю как вот у такого худенького блин маленького негритенка столько силы я прошу понимание то вот это вот чистый тайц тайский боксер тайским боксом он очень круто у него поставлены удары не все силы физическая решает а все-таки а больше постановка удара если вы обладаете умеете грамотно красиво четко пробивать а он тоже ни одну грушу ни одно дерево сломал все при этом еще ведь надо пить правильно чтобы самому травму не получить все они там найти как набивают ноги руки себе на кулаках отжимаются наверно тоже так вот человек конечно не подготовлены это вот я думаю с каждым молодым человеком было кто когда-либо дрался особенно тоже становится постарше там да вот если принципе прямой хороший удар проводить можно себе так руку травмировать я вот один раз травмировал так у меня косточка ушла вот неплохой нокаут я в общем нанес товарищу франклину мистеру или товарищ что-то мне так отложилось я думал что я его именно граунд и паундом замотаю нет хорошо приятнее согласитесь да такой вот именно каут наблюдать только скачал на него сразу же получил ух ты он даже еще и встать ты не может очень у него с глазом с одним коричневый глаз стал так что да главное не сила физическая главная постановка удара который как тренируйтесь обращайте на это свое пристальное внимание всегда набивайте себе кубаки и ноги да вам равных не будет так ну чтож уже определились у нас четверть финалисты все и личность авру еще не все еще последний бой mike speak меня не хочу я за майк свика играть давайте поиграем за руси мара как его там не помню алхарес что ли в этом какой-то в общем бразилийцы маще какой-то араб так ну на самом очень кстати очень крутой этот руси мара алха раз алха раз алха раз сейчас вы в этом убедитесь просто майк свика просто будет вынесен я надеюсь не закидайте какашки что я заспойлер но майк свика ничего не представляет в реальной жизни конечно представляет в этом в этой игре нет троечка сразу хуков не вот есть еще что не нравится в этой игре у всех все без исключения бойцы обладают такими вот хуками какими-то блин неестественными что вот этим вот раз два три еще очередной раз и он меня еще гад ударился с ног сбить потеряла равновесие наверное на радостях просто что наношу ему такую серьезную порцию ударов так в общем вот первый нокдаун такой легкий поплыл отобиваемого опять крутится под нами все-таки скидывает удается ему скинуть нас ухватился поймал ногу хватился сзади пытается совершить бросок но у нее это не удастся очень много приходится отдыхать да да и в стойке он конечно не очень силен пропускает очень часто я не знаю может быть это просто как так не его день может быть он конечно в остальных боях и лучше себя ведет но я сколько раз не дрался не так уж конечно и много но вот могу сказать что всегда я как ты очень легко этого бойца майка свика выносил а фалхарес конечно очень крут сейчас у меня получится джерман саплекс сделать и джерман скорее саплекс джерман это через голову а мы его на бок швырнули джерман саплекс я напоминаю очень хороший красивый провел кевин рэндлман когда дрался с федором емельянка с нашим но все равно федор туда умудрился сразу инициативу перехватить после этого броска и выиграл с помощью болевого потрясающий был бой я тогда просто вошел на шламлю насколько федя умеет не терять хладнокровие и спокойствие находясь в проигрышном положении ну-ка давай вставай дружок все красивый такой вот удар в первом раунде завершается этот бой издевательский так причем я его за кошмарил да и фигурка такая у него спина подобрать внимание к накачанная очень подтянутый сильный боец грозный соперник для любого бойца красиво так височная впадина мы попали височная впадина очень опасное место при всем при этом даже ну ростом то мы пониже чем майк свик такой вот очень интересный бой в общем сейчас уже определились у нас все четверть финалисты и уже начнется нешуточная борьба за место в полу финале так ну что ж у нас марк мунус дэн хендерсон первые четверть финалисты опять я выбрал не дэна хендерсона хотя в принципе естественно здесь фаворитом считается марк мунус достойную ему конкуренцию сейчас составит в этом убедитесь оба американцы правда этот постарше на 7 лет так неплохо постарше брюс паффер план не будем опять свету мутату смотреть понеслась ну что ж посмотрим кто сильней неплохо что ж так на начальном этапе дэн хендерсон пропускает такие удары продолжает стоять еще так уверенно даже не упал это как-то так получилось хорошо хорошая оборона у него от тейкдаунов у марка мюнус муньеза да очень сильный дядька марк муньез смотрю на него блин конечно скорости у дэна хендерсона я думаю побольше в ударах стойки вот вы все-таки подловил ух еще про мне такой удар в селезенку так и вот он оказывается зажал нас у клетки оказывается очень быстро мы в общем туда вы умудрились выкарабкаться и у дэна хендерсон уже рассечение в левом глазу из брови может с ним злую шутку сыграть ух как красиво он швырнул нас очень я напоминаю пагубно это действует на дыхалку на общую накопленную ночью стамину так очередной нам легкий нокдаун успел я слава богу перевести в партер борьбу таким выстрелом в ноги получилось не сделать так да он но дэн хендерсон продолжает без устали просто молотить и не дохнет при всем при этом врача и ваше внимание два левых апперкота неплохих пропустил блин апперкоты конечно сам страшные удары не знаю почему она не так долго приходится их в этой игре бить чтобы человек там либо нокаут либо поплыл удар по подбородку когда человек не ожидает может с ним очень злую шутку сыграть так вот здесь конечно дэн хендерсон замешкал что мне позволило вырваться провести реверс неплохой да прям дон хандерсон конечно так просто от него не отделаешься очень очень серьезный противник очень сложно с ним стойки очень сложно с ним в партере но тем не менее правда неплохо моему нанесли обращаю ваше внимание смотрите два рассечения на синяком то есть в принципе шанс это у нас всегда есть как будто вилкой ковырнул такое рассечение под лазу подкусил кто-то там кусок просто шуфов так ну что ж левый правый глаз у него хендерсона а вот он апперкот так но все равно тем менее на ногах стоит а нет упал и добиваем нет не получилось добить так ну его на фиг надо побыстрее заканчивать так сбросил у нас так стряхнул со спины так пока мы тут отдыхаем вот на 2 час пользоваться был момент на что-то я на самом деле немножко протупил и он засранец успел на в партер швырнуть так дауном так дыхалки пока у нее нету у нас тоже дыхалки нету сразу у нас быстренько ухватывает не дает провести добивание так очень долго восстанавливаемся мы опаснейший удар я пропустил да очень тяжко марку для марка муни за это прям челендж такой называется лучший бой в его жизни то есть сам встал не стал с нами возюкаться на полу понимаешь что это чревато и вот такой вот хороший удар на выдохе он наносил нам видел кик по корпусу промахнулся и догонку ему да уж мощный мощный бой был марк у нее сможет собой гордиться моем лице повтори конечно хорошо видно так вот не ожидал наверное получить так с прямого удара хороший такой страйт страйт по моему называется что ж неплохо определился первый полуфиналист у нас марка муни из ребятки а я думаю на этом пора мне с вами попрощаться надеюсь вам все понравилось следите за дальнейшими выпусками с вами был фолиот все до новых встреч как всегда большое пока